МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увы, нашу сегодняшнюю передачу начинаем с грустной вести. В субботу, 14 апреля, ушел из жизни Пшеничный Александр Иванович. Человек, который известен не только в районе, но и за его пределами. Известен своей работой на Ниве футбола. Человек, который, можно сказать, создавал команду нескольких поколений в станице Вознесенской. И, как он всегда говорил со своим присущим ему легким юмором, у меня не три сына, это три сына Эдуарда, Олег и Александр. У меня сыновей гораздо больше, столько, что всех и не пересчитать. Всю душу укладывал Александр Иванович в развитие футбола, в организацию молодежи, чтобы они занимались таким хорошим делом, как футбол. И он в памяти у всех остался добрым, отзывчивым, к которому можно было всегда обратиться за помощью. Он всегда был готов протянуть руку помощи, подставить плечо, помочь в трудной ситуации. И все, ни одно поколение, повторюсь, молодежи в станице Вознесенской, будут его долго и долго помнить. Прощай, Александр Иванович. Пусть земля была тебе пухом. Продолжаем нашу передачу. Новости легкой атлетики. Прошли у нас в городе большие краевые соревнования на Кубок губернатора, соревнования под девизом «Шиповка юных». Итак, легкая атлетика. Королева легкой атлетики принимает начальную школу 97, 98, 99, 2000 года рождения. Мальчиков и девочек. Ребята приехали с 12 районов Краснодарского края. То есть, будем говорить, наш весь северо-восточный куст. Это Армавирного, Кубанка, Обширонск, Белореченск. Представитель КЧР выступает не конкурс. Это Корчао-Черкесская республика принимает участие. Более 250 человек. Ребята, которые победят на зональном этапе, это первое, второе, третье место, они будут вызваны на проведение Кубка губернатора в город Краснодар 7-10 мая. Будет проходить уже финал. Поэтому здесь отбираются сильнейшие. От Лобинска выступают 4 школы. Это школа номер 9, школа 5, школа 33 станется упорная, школа 28 станется вознесенская. Поэтому я хочу пожелать ребятам успехов, побед. Ребята будут соревноваться по четырем видам. То есть они сразу за сегодняшний день должны успеть сделать 4 вида. Это бег 60 метров, метание снаряда, это новый вид турбокопьё, прыжок в длину с разбега. И заключительный это бег на выносливость. У каждого возраста свои дистанции. К участникам соревнований с приветственным словом обратился заместитель главы муниципального образования Лобинский район Юренко Игорь Николаевич. Добрый день, уважаемые ребята. Добрый день, дорогие тренеры. Сегодня Лобинск в очередной раз со всем своим гостеприимством принимает вас на нашем прекрасном стадионе. И рад приветствовать вас. Разрешите мне от первого поручения главы района, героя труда Кубани Александра Санченко, поздравить вас с началом соревнований, пожелать вам спортивных успехов. И пусть под звон пасхальных колоколов победит самый сильнейший. Христос воскресе! Добрый день, добрый день, добрый день! А Бакай Алексей стал чемпионом этих соревнований. Старшая возрастная группа, команда девочек средней школы номер 9, заняла пятое место. Ну, среди 12 команд, конечно, неплохой результат. А вот команда мальчиков средней школы номер 5, которая выступала очень хорошо, подготовила Полагаев Роман, стали чемпионами, победили в этом турнире. И два участника этой команды, Зоциков Иван, стал чемпионом турнира в личном зачете, а Сергеенко Кирилл в личном зачете занял третье место. Очень успешное выступление наших ребят, очень хороший, как говорят сами льхат, это хороший вкат в сезон. Пожелаем успехов ребятам на весь летний сезон. Новости борьбы с самбо и дзюдо. О них рассказывает тренер спортивной школы Олимпийского резерва Абрамян Самуэл Арамаисович. В Тюмени прошло первенство России среди юниоров до 23 лет, где мы принимали участие в составе сборной команды Краснодарского края. Наталья Бардакова боролась в весовой категории до 70 килограммов, заняла третье место, что позволило ей выполнить нормативы мастера спорта по борьбе дзюдо. В прошлом году ей присвоили звание мастера спорта по самбо, в этом году мы теперь выполнили по дзюдо. В городе Тюмени проходило первенство России до 23 лет, где я заняла третье место. Я боролась четыре встречи, две встречи выиграла досрочно, потом за выход в финал проиграла чемпионки этого первенства. И за третье место боролась, выиграла оценку юка всего лишь пять очков. Встреча была тяжелой, пришлось потрудиться. Теперь буду готовиться на чемпионат России по самбо, который пройдет в июне. В городе Армавире прошло первенство Южного федерального округа среди юношей 96-98 года рождения. Целью этих соревнований была отбор на так называемое соревнование «Победа», которое будет проходить в Москве. Значит, спортсмены нашей школы Олимпийского резерва достойно выступили на этих соревнованиях. Вот так Артем Колун занял второе место и третье место занял воспитанник тренера Михаиляна Беседин Константин. Очень хорошие новости с бадминтонных площадок. О них рассказывает тренер детско-юношеской спортивной школы Алим Ельцов Николай Иванович. С 5 по 8 апреля в городе Гулькевич проходила 5-я летняя спартакиада молодежи 95-97, 8-9. Значит, участвовало 11 команд. Это очень такие команды серьезные. Игры проходили в одиночном, парном и смешанных разрядах. В одиночном нужно было попасть в восьмерку из 52-х человек по Олимпийской все. Наши прошли два участника. В парных разрядах проходило, нужно было попасть в четверку, мальчики и девочки. Наши попали по две пары. Одна пара Гулькевича, одна пара Краснодара и две пары наши. Весь финал разыгрывался только среди наших мальчиков и девочек. Значит, в восьмерке, в одиночном Сережа Непомнящий занял первое место. В парных разрядах Ельцов-Третинка заняли бронзовые медали, обыграв нашу старшую пару. Значит, ну, уже сразу видно, что из сводной таблицы мы на 30 очков отстали от Гулькевича. Сильнейший команд. И приехал Горячий Ключ. В декабре месяце этого года они уже полноправные члены бадминтона и будут уже участвовать и играть. Вот такие хорошие результаты. Значит, ребята наши очень молодцы. Они все старались. Вот. И результат один. Победили. Ну, вот и все на сегодня. Вы смотрели очередной выпуск еженедельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет направление физической культуры и спорта Лобинской районной администрации и администрации Лобинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Рябовов. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»